Виктор Геннадьевич очень рад, что попал вам. Как вы в лекции сказали, когда мужчина приходит на лекцию, у него уже всё как бы... Это факт. Да, то есть, мне кажется, он... Женщины, естественно, склонны к знанию, естественно, они тянут по своей природе. А мужчина, если приходит, значит, он уже серьёзно всё обдумал. Это для него серьёзный шаг. Да, я уже где-то, ну, около года с вашей лекцией слушаю, и полмесяца где-то я прям усиленно их слушаю, и по вашей методике за это занимаюсь, и с ребятами из «Блажности» связался тоже начал. Связался, словно, такое дело. Ну, пришёл, в общем-то, да. То есть, ну, ещё вы, то есть, в чём судьбе? То есть, на работе у меня, как изо дня в день, как всё сложнее и сложнее контактировать с моими коллегами. А что вы понимаете по словам «контактировать»? А мы вообще по молитве, да, вопросы задаём? Да, да. То есть, я только молюсь, и только худо. Нет, это, вот, я понял, хорошо. Мои хорошие, вот смотрите, когда вы молитесь, это не значит, что будет становиться лучше, потому что кроме вашего действия, которое вы совершаете, вот вы молитесь, совершаете действие, да? Кроме этого действия, действие совершает ещё судьба. И она может делать так, что вам с каждым днём будет становиться хуже. И ваше действие по победе над судьбой может быть слабее судьбы. И тогда на фоне вашей сильной молитвы у вас будет ухудшаться общее состояние, или связанное с работой, или связанное с личной жизнью, или связанное со здоровьем. Потому что три варианта действия судьбы основные у нас есть. Это работа, социальная жизнь и здоровье. Вот три варианта влияния судьбы. И один из этих трёх вариантов может проседать, несмотря на наши усилия. Вот, допустим, я статику динамику пост делаю. Эти три вида усилий должны гарантировать человеку железное здоровье. И плюс с природой контактируют. Но судьба действует сильнее. И это значит, что на фоне этого у меня будет становиться тяжело. Это значит, что идёт борьба. Вот сейчас на вас действует плохая судьба, связанная с деятельностью. Вы молитесь и боретесь с этой судьбой. Но надо знать, что молитва сама по себе, она влияет... Ну вот как, допустим, идёт война, да? И вот противостоят два вида войск, да? Одни другим противостоят. И одни войска прорвались и пошли вглубь. Вот когда войска ещё не прорвались, тогда только молитва достаточна. То есть войска судьбы, когда они прорвались, мы так это образно говорим, войска судьбы, когда они прорвались, достаточно только одной молитвы. А когда они уже прорвались, они всё равно будут прорваться. Мы же не такие крутые в молитве, правда? То есть тогда в этом случае нужны ещё аскезы, то есть если судьба прорвалась в психическое тело, то тогда надо смотреть, что с тобой происходит. Если у тебя раздражительность появляется, тогда статические упражнения и вода нужны. А если у тебя появляется бессилие, слабость, тогда длительное движение нужно. А если у тебя появляются отрицательные эмоции, тогда пост или баня. А если войска судьбы прорвались в вашей ниточке связи с окружающими людьми, тогда нужны прощения, добрые дела, доброта в целом к людям, желание всем счастья. Вот это тогда нужно, кроме молитвы. Поэтому человек должен быть образованным во всех направлениях деятельности, связанных с победой над собой. Молитва, добрые дела и аскезы — три направления, которые человек должен иметь силу. Потому что если судьба пробила вас, и вы кроме молитвы ничего не знаете, то у вас будет расти геморрой, и вы будете продолжать молиться. А надо кроме молитвы ещё аскезы сделать. Иначе геморрой вырастет и молиться уже не сможете. Понятно? А ваша проблема, что у вас в молитве не хватает веры. Вы не понимаете ещё, что молитва... Не то, что я молюсь, у меня всё должно стать гладко. Молитва — это борьба. Вы молитесь, судьба действует. Идёт процесс борьбы, борьба идёт. А молить-то у любого можно? Ну, православный, да? Не-не, да, у любого, кроме православного. Ну какой вопрос, такой ответ. Ну, конечно, можно православный, почему нельзя? То есть надо прославлять Господа. Мы прославляем Господа. Надо повторять Аллилуйя. Аллилуйя — это древняя молитва, она не только православная, она и католическая, и еврейская, и даже мусульманская, потому что там тоже повторяют Аллилуйя, только на арабском языке. Это звучит «Аль-Хандулиля». Это то же самое. Вот, поэтому, конечно, славим Господа на любых языках мира, и на любых верах, в любых традициях. Потому что это всё один Господь на всех. Он дал себя разным людям в соответствии с их пониманием. То есть если человек на арабском говорит, он на арабском читает, и он склонен поклоняться, как мусульмане, допустим, ну и так далее, понимаете? То есть взаимодействие от наклонности людей, их культуры, Бог, людям Бог, один Бог даёт разные способы действовать в направлении к Нему. Но суть одна — это прославлять Господа. Вот прославляйте Его. Как вы понимаете? На вашем понимании. И это правильно будет. Допустим, человек говорит, я повторяю, допустим, как православный Аллилуйя или Отче наш, и это правильно, он говорит. И однозначно это факт, что это правильно. Ну если говорит мусульманин, а я повторяю, Аль-Хандулиля как мусульманин, и это правильно, и это тоже правильно. А почему и то, и другое правильно? нам понять нашими куцами-возгами невозможно, потому что мы очень низкоразвитые, у нас в сознании очень много двойственности, мы полярно мыслим очень, мы не понимаем, что у Бога нет двойственности. Он даёт всем людям на Земле возможность приблизиться к себе, потому что Он выше стоит религий, наций, народов и культур. Для Него все мы просто души, которые постоянно рождаются в разных телах, в разных культурах, на разных планетах и так далее. Но каждый человек должен в соответствии с своим наитием, со своим чувством, со своей верой поклоняться искренне Господу, радуясь, что Бог ему дал его способ приближения к Богу. И поэтому ваша вера однозначно правильна, есть только... И есть неправильные веры. Неправильная вера означает, что человеку говорят, что Бог — это не Личность, и Он не один, что Богов много. Это неправильная вера. Если ему говорят, что Он не Личность, это неправильная вера. Например, Он является Знанием, или он является сиянием бог да неправильная вера если человеку говорят что бог это просто абсолютная истина и все и он безличен нет личности это неправильная вера правильно вера когда бог не хуже нас согласны что бог не может быть уже нас сливы личность а что-то не личность кто лучше личности или не личность личность может любить может рассуждать они личность ничего не может она просто вещает знание там абсолютное знание которое как бы существует абсолютная истина тоже существует это сияние бога это его энергия она тоже существует есть абсолютная истина человек может постичь абсолютную истину и это называется духотворение святой дух это и есть абсолютная истина человек может почувствовать святой дух это энергия бога это тоже есть но энергия бога зависит от Бога. Вот что выше — сияние Солнца или Солнце? Что сильнее? Если Солнца не будет, сияния будет Солнца? Нет. А если сияния не будет, Солнца будет? Будет, вон облака пришли, и мы сияния не видим, а Солнца есть. Поэтому Личность выше, его энергия вторична. Это уже философские постулаты такие. Которые определяют истинную веру. Но если люди говорят, я верю в Бога Единого, тогда все остальные вопросы уже закрыты однозначно. Поэтому вопрос можно ли мне, Олег Геннадьевич? Но я, понимаете, я все решаю. Я, великий Олег Геннадьевич, все решаю к тому, как молиться Богу. Смешные вопросы задаете вы. Конечно, Бог решает, как вы будете молиться. И вы вместе с Ним решаете. Как вам определить? Бог вас вдохновляет в сердце. Он вам говорит, как вам Ему молиться. Вот прямо в вашем сердце вы чувствуете благодать Божью, чистоту, Господи, спасибо тебе, что ты дал мне знание, как тебе молиться. всё, это между вами и Богом, всё. Но концептуально надо знать, что Бог — это Личность, что все, кто верит Ему как Личность, это правильная вера. Может быть, разные культуры, традиции — это уже детали. И всё везде, всё отличается, в зависимости от местности. Вот, допустим, взять православную веру. Есть армянская православная церковь, есть грузинская, есть русская и так далее. Понимаете? То есть есть греческая. Это всё зависит от местности, видите? В зависимости от местности создаётся какая-то церковь своя. Но это все православные церкви. Но они говорят, наша лучше, чем там. Потому что это так устроен человек. Каждый человек чувствует сильнее своё, чем чужое. Всегда человек чувствует своё сильнее. На этом различия основаны все в этом мире. И когда мы начинаем ненавидеть чужое, тогда это называется двойственность. Если мы уважаем чужое, то это правильно. Доброта к чужому и любовь к своему. Это правильно. А вот ненависть к чужому — это уже неправильно, это опасно, это разрушает мир. Любим своё и по-доброму относимся к чужому. Вот это уже правильное мышление. Потому что в этом мире есть три стадии. Первая стадия — это доброе отношение к чужому. Когда хорошее время действует, когда действует жёсткое время, то мы боимся чужого. А когда жестокое время действует, мы ненавидим чужого. И ненависть рождает войну. то есть люди, то есть люди, каждый за своё сражается. Цель человеческой культуры — прийти к доброте, чтобы между различиями не было жёсткого противостояния, чтобы люди научились по-доброму решать вопросы, договариваться, понимать друг другу. Для этого нужна молитва. Отношения с Богом рождают доброту в сердце человека. Время, сила времени уничтожает доброту в сердце. И люди начинают раздавать из-за влияния времени. Когда люди молятся, они успокаивают эту атмосферу. Точно так же, как, допустим, идёт гроза, ветер дует. Между нами и погодой война идёт. Мы можем по-доброму относиться к грозе, но она всё равно нас бьёт. Сегодня узнал, что во время футбольного матча один футболист погиб насморь от молнии. Она ударила ему голову, он сразу насморь убил его. Видите, то есть природа может вести себя очень жестоко. Поэтому это, конечно, опасно, но если у нас сердце есть доброта, то мы можем с помощью молитвы успокоить атмосферу. Так святые люди, они успокаивали атмосферу. Вы знаете, много примеров, когда бушевали стихи, и святые люди молились, и всё спокойствие поцарялось. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне распространение знаний по всему миру. Олег Иванович, здравствуйте. Спасибо вам большое. У меня вопрос по поводу молитвы. Как правильно молиться в процессе технический? Я имею в виду, когда мысли какие-то приходят, я стараюсь вспоминать, например, родных, близких, и как-то вспоминать что-то доброе, светлое. И мне кажется, я в какой-то момент начинаю отвлекаться, и я не понимаю, то ли это я, это не отвлекает от самой молитвы, то ли это и есть сам процесс, который я стараюсь погружать. Это хороший вопрос. Это может быть так и так, но самое главное надо понять, что молитва это отношение только с Богом, только с Богом. Мы славим Его и ставим Его выше всего, что происходит с нами. Бог однозначно отражается как доброта наших близких, и если молитва качественная, хорошая, тогда доброта распространяется вокруг нас, в нашей жизни. И мы с добротой вспоминаем обо всех. Это значит, что у нас хорошая молитва. Но само вспоминание с добротой обо всех это уже не молитва, это отвлечение от молитвы. молитва это только прославление Господа и слушание тех, кто Его прославляет. Мы слушаем и прославляем, слушаем и прославляем, слушаем и прославляем. Всё. Больше ничего не происходит. Только это. Всё остальное происходит тоже. И это не наша добрая воля. это солнце сияет, вот там возле солнечного диска есть только слушание и прославление. А дальше уже есть земля. То есть там есть только солнечный свет возле солнца. А дальше есть земля и тут всё растёт, чирикает. Результат взаимодействия с солнцем уже даёт свой результат жизни, создаётся жизнь уже. И поэтому мы должны как солнечный свет действовать прежде всего. Но там где-то за кадром есть ещё доброта к родственникам, есть любовь. Всё это никуда не девается, но если за кадром начинаются мысли уже о чём-то и особенно беспокойства какие-то, проблемы, раздражения, то тогда это значит, что мы проигрываем. Наша память о Боге слабее, чем судьбы, потому что именно судьба создаёт раздражение, проблемы, напряжение, обиды, злобу. Вот мы, допустим, когда думаем, мы уверены, что это создают люди. И я тоже, когда думаю, я тоже уверен, что это создают люди. Я думаю, как же они могли всё это сделать? Но это признак того, что я поддался под влияние судьбы. Но если говорить уже языком истины, понимаем, то когда человек слушает и прославляет, то у него в сердце всё больше и больше утверждается понимание, что всё, что с ним происходит, это результат влияния судьбы, а не людей. Потому что я вам открою маленький секрет, который у вас сразу же в голове закроется, как вы выйдете из этого зала и у меня тоже. Этот секрет такой. В этом мире есть только я, Бог и моя судьба. Всё, больше ничего нет. Все остальные люди, они просто действуют в соответствии с этими тремя категориями. Причём в основном только я и моя судьба и всё. А Бог включается, если мы сильно хотим этого, если мы сильно славим Его, если мы сильно, 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 тогда ещё Бог включается и это называется «жить с милостью». Жизнь на полной милости тогда становится. И тогда как определить, что жизнь на полной милости? Тогда в нашем сердце нет ненависти, нет злобы, нет противостояния, есть только доброта. Доброта. И мы в истинном свете видим всё, что происходит. Всё, что происходит, является результатом моей судьбы. А моя судьба означает мои поступки в прошлом. И поэтому мудрецы, они никогда никого не обвиняют ни в чём. Даже если очень сильно плохо них действуют, против них действуют, они всё равно не обвиняют. Потому что они знают, что что посеял, то и пожнёшь. они полностью доверяют Богу в том, что происходит. Доверие 200%. Полное. Это означает великая мудрость, великий мудрец. я к этой категории не отношусь. Не отношу. Я выхожу из равновесия, ругаюсь с людьми, обижаюсь с людьми. Это означает, что я поддаюсь подглянье судьбы, но если смотреть чисто знанием этот мир, то ты понимаешь, что люди все могут поддаться подглянье в виды судьбы и совершать глупости из-за этого. Они могут это делать. Причина — сила судьбы, сильное влияние судьбы. Вы скажете, но если это моя судьба, они-то почему глупости делают? Потому что параллельно действует ещё и их судьба. но это их жизнь уже, не наша. Это их дела. Здесь всё так хитро переплетено. Бог сразу от них выстрел много зайцев вынимает. Ну каких виртуальных зайцев имеется? Зайцев нашей судьбы. Вот. Поэтому его деяния непостижимы для нас. Не можем понять, как это всё так переплетено. Но мы должны решать сначала свои вопросы, потому что в этом мире есть закон. Человек может всё менять только одним способом. Сначала себя, потом между нами, и потом только его. Вот если ты кому-то хочешь помочь, сначала себя поменяй, потом правильно к нему начни относиться, ему сможешь помочь. Правильное отношение означает доброта. Никакого другого правильного отношения не бывает. Даже если это преступник, его надо наказать, то всё равно доброта сначала, а потом наказание. Можно по-доброму наказывать человека. Можно по-доброму убить человека. Можно, если того требует закон. это факт, поэтому мы не знаем об этом ничего. У нас кажется, что убийство это зло всегда. Это факт на нашем уровне. Но в древней культуре иногда наказывали смертную казнь людей, если того они заслуживали. Сейчас, конечно, это упразднено знанием, но у нас нет этого знания. Ведах написано, что в нашу эпоху будет отменена смертная казнь, потому что люди утратили знание, как давать человеку милость через лишение его жизни. Но, тем не менее, такое бывает. Но мы не должны думать, о, я сейчас буду всех лишать жизни. Нет, мы хорошие, это неправильно. Но наказывать можно с добрым сердцем. Своих детей, допустим, и нужно доказывать с добрым сердцем. Мы обязаны именно так всех доказывать. Поэтому доброта это основа жизни. Если у нас нет этого, то мы не можем. Поэтому в молитве сначала я славлю Господа и слушаю Его. Если от меня пошла доброта, это хорошо, но это не молитва. Молитва это просто слушать тех, кто молится и славить Господа. Все. Больше нет ничего. Все остальное это уже результат молитвы. А если у тебя в сердце сомнения, противоречия и проблемы, это уже не результат молитвы, это результат того, что ты слишком сильно погрузился не в молитву, а в результаты молитвы. Понимаете? что доброта привлекает, притягивает, ты из молитвы вышел, доброту пошел и забыл про молитву и кроме доброты начал еще чувствовать проблемы сразу. Это означает, что доброта заманила. А надо, чтобы манил только Бог. Слушаю и славлю все. Больше ничего не интересует. Это называется вера. Больше ничего меня не интересует. Кроме этого. Хорошо? Решили вопрос? Да, спасибо большое. Спасибо вам. Так вот с черными волосами девушка. Да, вы руку поднимите, встаньте. Вероника, даже если вы встали, она вас все равно не заметит. Но зато заметила Аня. У меня такой вопрос, вы говорили, что судьба наваливается с какой-то одной стороны. А бывает такое, что сразу вбит. То есть и деятельность. Бывает. Что делать? Бывает даже такая судьба наваливается, которая непреодолима. И она может лишить тебя жизни. Такое тоже бывает. то есть я ничего не могу сделать, да? А? То есть я ничего не могу взять, если победить этот пункт. Почему? Надо всегда стараться что-то сделать. Пока ты можешь что-то делать, делай. А потом, если не сможешь сделать, то не сможешь, значит. у вас, да, у вас наваливается со всех сторон это факт. Очень долго, просто я буду тогда с против существом. Или нет? Когда закончится, вы будете идти в новую жизнь. Потом это все заново начнется. Просто здесь такая планета, она хуже, чем другие планеты, которые выше стоят. у меня теща, она жила обычной жизнью, как все. Но из-за того, что у нее дочка занимается духовной практикой, мы встретились с ее дочкой, и теща начала со мной взаимодействовать. И несколько лет назад, где-то лет 6-7 назад, она сильно закатела в святое место. Она поехала в святое место, съездила, и так ей там понравилось. И потом судьба так сделала, что она переехала жить рядом с нами. Это было 4 года назад. Она продала квартиру, мы построили дом рядом с нами. И она с этого момента активно начала заниматься духовной практикой, потому что там у нас большой красивый кран, и она естественно просто увидела эту красоту, начала заниматься на служение Богу. И так она жила. И получается 12 дней назад к ней пришла в жизни непреодолимая судьба. И она 4 часа ходила, ходьбы делала, ей почти 78 лет, она по 4 часа ходила, делала практики, но пришла непреодолимая судьба, и у ней возник просто сердечный приступ. Вызвали скорую, и она не хотела ехать в больницу, но все настаивали, чтобы она поехала. Так действовала судьба, она не хотела, чувствовала опасность. Но все настаивали, и она поехала в больницу, и там через вену ей вели кружину в сердце, и через два дня эта пружина рвала сосуд, мгновенная смерть за несколько секунд произошла. Вот, и так как она последние годы искренне занималась духовной практикой, то Бог, и она сильно хотела, сильно хотела жить на полную катушку, она не хотела жить слабо. А там есть в судьбе такая интересная вещь, что у человека, если он очень силен, духовен, то старость не мешает ему двигаться вверх. Но если он слаб, то болезни и старость лишают его возможности подняться в следующей жизни высоко, и человек пользуется своим прошлым благочестием для того, чтобы жить в старости. То есть получается конечный результат слабее. И поэтому Бог сделал так, что он забрал ее в тот момент, когда она была на самой максимальной высоте. Потому что я когда начал медитировать и посмотрел, если бы она осталась дома и не поехала в больницу, то она бы получила легкий инфаркт. И за два года она бы угасала вот так. И потом она гораздо ниже поднялась в следующей жизни, чем сейчас. А сейчас у ней получился очень благоприятный уход. пошла ну есть лунный путь. Не имеется ввиду луна нашего. Есть еще высшая луна. Это райская планета. Она больше солнца размера. Даже вот отсюда видно на тонком плане. И солнце тоже есть невидимое солнце. Оно дает энергию всем светилам во Вселенной. И она по солнечному пути пошла. То есть она пошла с лунной путем это райская просто жизнь для наслаждения. Солнечный путь это жизнь в служении Богу. И все возвышается и возвышается человеку этой жизни. и она пошла по солнечному пути и как-нибудь я вам расскажу все что с ней происходило потому что я был с ней рядом молился за нее и до сих пор молюсь. И вот все преобразования связанные с ее психическим телом вот все что по дням происходило с ней я всему это был свидетель. Я все видел что с ней происходило полностью она уже достигла места назначения другая планета гораздо красивее чем земля ярче краски намного лучше. 4 года просто служение Богу из 78 лет дало такой результат. Поэтому я вам говорю что все остальное что мы здесь делаем в жизни это просто время провождения а вот просто хотя бы чуть-чуть что-то сделать для Бога это и дает конечный результат нашей следующей жизни куда мы попадем понятно и когда она земной уровень пересекла и вот ну пошла в вот этот уровень уже солнечных планет то у нее над головой так в эту секунду возник такой ним желтый вот то что святых мы видим это оказывается те кто по солнечному пути идут они получают вот такую награду над головой эту энергию солнечную вокруг себя и я сразу мама начал до этого ей помогал а потом посмотрю она на солнечном нимбом стала поэтому дорогие мои эта жизнь предназначена для труда над своей душой и электрит который мы сейчас будем проводить это кульминация вашей жизни и нашей вот вы все делали в жизни только для того чтобы сюда прийти можете смеяться можете плакать можете верить можете нет цель человеческой жизни это предание богу и погружение в молитву больше выше этого ничего нет ладно так что сражайтесь как всеми тремя способами аскезы добрые дела молитва и сегодня один из способов вашем распоряжении не сдавайтесь не падайте духом не падайте на колени перед силой которая на вас давит потому что она давит вас только для того чтобы вы стали крепче у нее нет идеи вас уничтожить у нее есть идея вас укрепить только и все вы статику динамику пост делаете ну значит вот это уже не так можно какой-то день или с утра хотя бы чуть-чуть можно интервальное питание интервальное питание тоже я вечером поел фрукты утром не ем только в обед это интервальное питание хотя бы так для начала свежий воздух вода в воде сидите в ванне тоже ну значит это неправильно делать бассейн нормально 70 минут 28 градусов мои хорошие вы смотрите на меня как на новые ворота вы знаете один раз баран пошел попастись а хозяева но они же не понимают что он баран они перекрасили ворота и он приходит такой как бы вот дерево которое у нас возле ворот вот травка по которой я должен идти вот тропинка оп ворота не те и назад еще раз он так во втором группе вот дерево вот травка вот тропинка оп и так много-много раз потому что он баран мои хорошие если не хотите вот этого сравнения заходите на сайт rosnov.ru в разделе материалы там написано методичка по ЗОЖ и читаете все что надо делать и не смотрите на меня квадратными глазами методичка скачивается за 1 рубль пожертвования чтобы вы ценили хотя бы какой-то рубль заплатить чтобы вы ценили этот труд который я сделал для вас чтобы вы были счастливы и если вы не будете все что там делать по оздоровлению тогда это значит что вы что-то делаете неправильно все очень просто ваш девушка вопрос да девушки когда улыбаются красиво невозможно их не спрашивать садитесь спасибо большое Олегин Андреевич очень рад вас видеть и благодарю вам очень за ваши знания которые вы несете вопрос мы по молитве с детьми у меня улучшено трое детей и когда я только сажусь читать молитву обязательно старшие начинают шуметь скричать что-то подмущаться а младший ну и того подавления лезет на вас прям да лезет на меня но я уже сосредоточиться не могу потому что дети считают что мама принадлежит только им а когда мама молится она всем своим видом показывает что она принадлежит Богу и дети думают нифига себе и начинают лезть на маму говорят нет мама наша она никакому Богу не принадлежит она принадлежит только нам дети так считают поэтому надо молиться в другой комнате значит тогда вот ваша судьба такая пускай они лезут а вы думаете о Боге я тоже понимаю что моя молитва далека от идеала в результате и ну то есть все равно лучше уж такая чем никакой да все равно да поэтому лучше когда дети в соседней комнате или спят а вы молитесь Богу чтобы они не знали о том что вы сбежали от них к Богу буквально так это выглядит вы сбежали к Богу от детей что дети контролируют маму мама моя они считают вот а надо чтобы мама была принадлежала Богу иначе детям тоже блага не будет потому что когда мама думает что она принадлежит детям то они становятся эгоистами когда потому что у детей разум невежествия они не понимают истины жизни что человек должен принадлежать Богу бывает муж ревнует к Богу жену это тоже невежественная концепция и жена все равно должна бежать к Богу от мужа тайком потому что если она не сбежит к Богу то мужу тоже не поможет он тоже пойдет в ад вместе с ней поэтому жена женщина как мужчина каждый человек на земле должен выбирать Бога всегда мужчина влюбляется в женщину тоже выбирает женщину вместо Бога а он поможет женщине в которую он влюблен если он выбрал ее а не Бога поможет нет то если мужчина идет к Богу а женщина за ним тогда будет помощь а если женщина идет к Богу хотя бы мужчина за ней это же неплохо для начала спасибо большое кто-то должен идти к Богу а все остальные дети естественно пойдут за маму если мама идет к Богу да старший сын уже может на 5 минут со мной сесть посидеть о все значит вы уже побеждаетесь судьбу 5 минут это уже круто для него он же маленький вы знаете что детям зачитывается гораздо больше чем нам вот ребенок может помолиться 5 минут и его судьба десятки раз сильнее изменится чем наша потому что ему труднее чем нам сосредоточиться заставить себя понять Бога и так далее но если ребенок понимает Бога он понимает его гораздо глубже чем взрослый человек поэтому дети которые на лекции приходят это необычные дети да ну давай что хочешь мандаринку конфетку все забирай конечно мандаринку давай лови отойди нет ты всегда думаешь что я тебе говорю отойди отсюда спасибо вероника она такая интересная девушка я когда читаю лекции она всегда думает что это я с ней разговариваю только ей все говорю она так устроена интересно но это нормально я тоже заранее готова так ну тогда вам тоже мы дарим ладно это все кому прилетело кому прилетело еще одно спасибо большое спасибо Спасибо.